Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на Т-100 ЛТ. И также разработчики поведали нам о том, какой же все-таки лут можно получить с новогоднего календаря, если каждый день отмечаться. Старт уже сегодня, 1 декабря. Случайное игровое имущество, кстати, говорят, что даже премтанки иногда падают. Три ящика с мандаринами для апгрейда новогодней атмосферы. 1 новогодний контейнер, из которого, кстати, есть шанс выбить премтанк или легендарный контейнер. 1 контейнер Путь Война. Это старый контейнер, где тоже изредка падают премтанки. День премиум аккаунта, 100 золота, 100 бомб, 20 тысяч серебра, 2D стиль, Генерал Мороз, 3 декабря, крылатый герой. Также резервы, предбоевые инструкции, маленькое снаряжение и 2 демонтажных набора. В целом, наверное, один из самых ценных календарей за этот год, но это, в принципе, и понятно. Все-таки новогоднее наступление и, естественно, лута много хорошего. И что нужно сделать, чтобы забрать? Вам нужно зайти на официальный сайт игры, залогиниться, соответственно, под своим аккаунтом. После чего вам нужно ежедневно заходить на сайт и в новогоднем календаре делать отметку, после чего заходить в игру и забирать приз. Все это нужно делать до 3.00 по Москве. Так что, если будете каждый день заходить, сможете забрать все награды. Всего их 31 награда. Некоторые ценные относительно халявных наград, хоть и небольшие, но все-таки ценные. Есть награды так себе, такие проходные. И, друзья, хотите выиграть золото бесплатно? Напишите комментарий, укажите свой игровой ник, и вы будете участвовать в розыгрыше золота. Так что, не пропустите розыгрыш. Все-таки голда лишней не будет, особенно в столь важные времена, когда новогоднее наступление уже на носу, соответственно. И, конечно, голда лишней не будет для того, чтобы хотя бы пооткрывать новые кейсы. Ну, а сейчас я пооткрываю кейсы на сайте worldkit.com На данном сайте тоже большой спектр разнообразных кейсов. И, порой, можно выиграть весьма неплохие ништяки, включая премтанки 8 уровня или новые контейнеры. Вот так, неплохие призы тут. Посмотрим, что еще можно выбить. Давайте, наверное, возьму вот этот кейс. 50 золота падает. Ну, да ладно, пробуем еще. Не отчаиваемся. Главное, в таких случаях, если что-то не самое интересное выпало, ну, просто играть дальше и попробовать выиграть премтанк. Итак, отлично, край с РК выигрываю я. И, тем самым, очень доволен. Наверное, на этом закончу. Используйте промокод SUPER777, чтобы получить бонус 15% при пополнении. Ссылка на сайт в описании. Итак, давайте же посмотрим бой. И опять-таки поговорим о свежих новостях мира танков. Новые танки в тарифе игровой за декабрь. Это Лансенс СИР, СТГ, Т-77. Тариф гейминг за декабрь. СМОА-СМЭ, Т-42, ФВ-201, А-45. В общем-то, у обоих тарифов в танке довольно, скажем так, обычные. То есть, ничего такого сверхъестественного. Даже несмотря на то, что декабрь месяц новогодний. Но не стали добавлять каких-то особых, так скажем, гостей в виде какого-нибудь, может быть, редкого премтанка. Но, тем не менее, имеют эти тарифы свои преимущества. Например, премиум аккаунт капает, золото дополнительное. Ну, кому-то прям танки в аренду тоже полезны. Целый месяц можно на них играть. На следующий месяц там другие танки появляются. Кому-то, конечно, данные тарифы бесполезны. То есть, тут индивидуально. То есть, каждый по-своему будет решать. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, видеть какие-то поинтереснее танчики. Итак, по некоторой информации, в скором времени может появиться восстановление проданной премиум техники в мире танков. Соответственно, раньше, 16 декабря 2023 года, была такая опция восстановления премиум техники через техподдержку. То есть, нужно было заявку оставить, и тебе восстанавливали те танки, которые ты продал. Теперь, соответственно, разработчики хотят эту функцию внедрить, видимо, на постоянной основе. И можно будет даже восстановить те старые танки, которые ты там когда-то давным-давно продал. Не знаю, от бомбления или случайно, или еще что произошло. Но, в любом случае, если так, если действительно такая функция появится, наверное, это и хорошо. А как думаете вы? Напишите в комментариях. Ну, конечно, еще хотелось бы функцию восстановления. Мечта денег за некоторую неудачную купленную технику. Но такого, наверное, никогда не будет. Подарочный прем-танк на Новый год World of Tanks в 2025 году. Это Т3Е2 Medium Tanks. Соответственно, мы сможем получить этот танк... Ну, те, кто играет... Я не играю, кстати, в World of Tanks. Я играю в мир танков. Но, тем не менее, если вы играете в World of Tanks, есть мои некоторые подписчики, кто играет в World of Tanks. Есть те, кто играет на обоих серверах. Ну, вот, можно будет получить этот прем-танк себе в ангар. В общем, посмотрим, друзья. Кроме, конечно же, такого вот танчика будут дарить и другие награды. Это все-таки заслуженные награды. Кто не понял, то есть подарки для ветеранов. Помимо танков подарят еще и другие ценные ресурсы. Например, боны, серебро. Ну, и, конечно же, там свободный опыт, экипаж и все такое. Итак, в укрепрайонах в мире танков разработчики убирают такие танки, как Бридж-студент Бураск, БЗ-176, ТСТ. И техника 100 уровня, тип 64, Т-34-85М, ВК-3601H. То есть этих танков больше не будет в укрепрайонах с 2 декабря по 3 марта следующие танки будут отсутствовать. И что можно по этому поводу сказать? На самом деле понятно, потому что, особенно если говорить про танки 8 уровня, там Бураск, БЗ-176, тем более, очень токсичный танк, жесткий, имбовый. То есть понятно, почему их убирают, потому что команда из таких танков, она порой просто разносит всех. Ну что говорить, если БЗ-176 довольно-таки легко своей бабахалкой пробивает очень многие танки 8 уровня, а урон у него там по тысячу практически. Естественно, он там просто все уничтожает в халамину. Ну а насчет танков 6 уровня, тут, конечно, вопрос. Ну а насчет заслуженной награды в мире танков, возможно, если я не ошибаюсь, это Т-115 танк на картинке, если я не ошибаюсь, опять-таки, или его какая-то некоторая вариация. Соответственно, 2 декабря, то есть уже завтра, можно будет получить подарки для ветеранов. Для этого нужно будет просто зайти в игру, и вы, соответственно, получите себе этот приз. Так что ожидаем его у себя в ангаре. И помимо, естественно, танка нам за жетоны дадут другие призы. Можно будет выбрать, что тебе больше нравится. То есть система будет такая, за каждый год от даты регистрации тебе будут давать один жетон, и, соответственно, ты можешь его обменивать на другие ресурсы. То есть, например, там на боны, на серебро, на экипаж, на стилы там всякие и тому подобное. Поздравляю всех, кто давно играет в эту игру. Это еще та ноша, на самом деле, порой. Порой кажется, что танки такая плохая игра, но когда случаются все-таки какие-то разные хорошие, интересные бои, то это воодушевляет, и уже не такая уж и плохая игра. Но, конечно, игра такая вот сложная у нас, и порой трепет нервы. Но мы ее все любим. И также, друзья, в мире танков разработчики анонсировали кейсы специальные, легендарные, из которых может выпасть аж 46 разнообразных премтанков. Да, тут сказано то, что некоторые имбовые танки будут шансы выбить там Баштилион Бураск, тот же, Пенхарт ТБ-75, колесник Проджет М35 МОД-46, Л7-90, Тартал МК-1, Шкода Т-56. Ну, кажется, что марина мариновая, и просто великолепно все. Но тут нужно понимать, что 46 танков, и 100% среди них много будет просто откровенного хлама. То есть я не думаю, что 100% вам выпадет какой-то годный танк. Скорее всего, ну, выпадет какой-то не очень танк. Повезет, если имба выпадет, тогда только останется возрадоваться. Но что-то мне подсказывает, что, как всегда, будут высокие шансы выбить какой-нибудь шерпотреб, какой-нибудь ненужный танк. При этом кейс этот называется легендарным. Чтобы его выбить, нужно открыть довольно много кейсов платных. И с какой-то маленькой вероятностью выпадает легендарный кейс, из которого со 100% вероятностью падают премтанки. При этом там вероятность еще поделена 95% на то, что выпадут какие-то обычные премтанки. Вот я так понимаю, 95% из этих 46 танков это шерпотреб. А вот 5% какие-то легендарные редкие танки. И вот их интересно, конечно, было бы выбить. Да, некоторые танки, которые не продаются обычно, конечно, многие захотят. Но тут эффект, так скажем, рандома присутствует. В общем, друзья, ожидаем все-таки награды для ветеранов. И ожидаем, наконец-таки, старта новогоднего наступления. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам всего хорошего. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok